Мы живем в Алтайский край, от Москвы 4, часа разница. Мы пришли, принесли великую радостную весть, что Иисус умер за нас и воскрес, чтобы люди покаялись, жили для Бога, а не для блуда. Вот этой рулетки, половина мужиков голые, процентов 85 мусульмане. Весь разврат сюда стекся. И мы пришли... Потому что не верующие в Бога. Я вот с мусульманами разговариваю здесь, я говорю, а вы зачем здесь поговорить? А сам по-русски не понимают, поговорить. А что ж ты разделся-то? Поговорить. Я говорю, у тебя дома четыре жены, за всех колым платить надо. А тут 44 голые. И вы тут собрались, жеребцы кавказские, на русских кобылах пашите. Ну, я согласен, да. Вы снимаете и стримили просто... Все снимаем, все снимаем и выставляем. Потому что мы привезли радостную вещь, что Иисус умер за нас, зовет к покаянию, даром дарует спасение, чтобы жили по заповедям Божьим. А вы как живете? Где или как? Вы сами как? По какому принципу живете? Я православный христианин, проповедник и миссионер. Игнатий Тихонович Лапкин, город Барнаул, 81-й год. Я имею в виду, я имею в виду, вот как вписано в Библию, так и живете? Так и живем. Молодцы. Так, посты соблюдаем, строим с нуля православную деревню, миссионерская поездка, прошли 6 мусульманских республик, Турцию, подарили везде книги. У меня вышло 38 томов книг, я подарил во все библиотеки. Мы посты все соблюдаем. Вот у вас говорят намаз, 5 намазов, а у нас 7. Я говорю, если ты не считаешь Библию, ты эту книгу должен читать. Да, да. Ты должен читать, ни один прочитать не может. А мы вот ехали в Азербайджане, в доме мулы ночевали, беседы были какие, все в интернете стоит. А тут сейчас, какое для вас как бы обидно, да, люди, вот, как вы сказали сейчас, мусульмане полуголе сидят, да? А мусульмане сидят, что здесь? Это рулетку, я спрашиваю, это щад рулетка, кто создал? Ни один ответить не могут. Я говорю, мальчишка, 15-летний, двоечник. Вон, это самое место, Содом и Гаморрой, все блудники собрались, женщины титьками трясут, мужчины занимаются анонизмом, сидят, совокупляются. Все, нормально? Малые дети матерятся. Мусульманские дети, вот такие маленькие, лет там, может, 8, и матерятся. Я говорю, у вас принято, чтобы уважали Акстакалов, старших, развратились все, глаза выторщат. Я говорю, я расскажу вашим старшим, то он тебе голову снимет с тебя. Ну да, вот я тоже, как бы, не любитель этой все, щад рулетки. Вот сейчас парнишка показал, как вас видел, направил на меня. Вот, мне тоже интересно стало, чем занимается, как бы. Потому что, судя по этой щад рулетки, не все адекватные люди сидят. Да, да. Я говорил, сегодня одному говорю, за 1300 лет ни одна мусульманка сюда не зашла. Не одна, потому что мужчины их берегут. А у нас тут православная вера, и мы не так, как везде. У нас ни за деньги ничего не делается. Одеты все два платка, платья до полу. Вы зайдите на наши ресурсы, вот канал зарядите, канал «Восвяти Библии». Игнатий Лапкин. Нет, ну если по старину, я знаю, но, к сожалению, в наше время сейчас ходят, извините. Не ругаться, не ругаться только, смотрите, ни одного плохого слова не говорите. Нет, нет, у меня мысли не то плохие слова. Просто думаю, как выразить правильно просто, как они сейчас позволяют себе ходить. Что говорить-то? Если в Бога человек не верит, все позволено. Твори, выдумывай, пробуй. Господь близок к сокрушенным сердцам. Дай Бог вам здоровья, удачи во всем. Спаси Христос. Мы желаем, чтобы все нашли путь ко Христу, жили по заповедям Божьим, исполняя их. Потому что грядет суд Божий. Я показываю, вот мы беседовали с мусульманами, и вы верите, что суд Божий будет? Все верят. Возмездие за грех – смерть. Постание к риму, 6 глава, 23 стих. А грехи нам прощает Христос. Он умер за нас, умер, кровью свою очистил. А люди, которые не верят, он живет одним днем. А Бога нет. Я говорю, что слон и мошка – это одно? Стрекоза и кит – это одно и то же? Какая эволюция? Ты маленько глаза раскроешь. Да глаза, уши, нос, рот. Кто тебе дал? Звезды, земля. Ты ешь, пьешь, все перерабатывается. Кто это так устроил? Ничего не понимает. Глаза вылупил и все. Ждет, когда голая баба пройдет. От запаха, от шороха платье падает в обморок. Срамота одна. Я прошу прощения, вы смотрите вообще YouTube? YouTube? У меня в YouTube, я повторяю, видеоканал. Во свете Библии. А, видеоканал. У него 17200 роликов у меня. О, молодцы. Вы знаете Закир Найк? Что такое? Закир Найк. Знаете такой человек? Ну, который там доказывает, что Иисус не Бог. Да, вы знаете его, да? Конечно. Ну, еще он доказывает. Когда дела сами показывает. Он не верит. Не верит. Мусульманы, я говорю, когда появились? А скажи, когда умер, кто образовал мусульманство? А кто? Мухаммад. Я говорю, Мухаммад, когда умер? Нас 100 человек один только знает. Я говорю, в 632 году. Теперь скажи. Иисус воевал мечом рукавом. Нет, он говорит, вложи меч в ножны. Взявший меч от меча погибнет. Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Воевал? Нет, не воевал. А ваш руководитель воевал? Воевал. А сколько сражений было? Тоже ни один не знает. А у меня целая книга написана о Коране. Сравниваю Библию по сурам и аятам с Библией. Он провел 72 сражения. И только два оборонительные были. Остальное грабили караваны, раздавали, приобретали людей. Кто не принимал их, резали головы. Откуда у нас мусульманство-то возникло? Маленько посчитай. Все, остановились. Мы как-то беседовали. А у меня вопрос. Да. А у вас как бы есть разногласие, то есть не согласие с Закирнайком, да? Да, какое согласие? Когда он вопреки Библии идет. Библии говорится, это антихрист, кто против говорит. Не преисповедать Христа, пришедшего во плоти. А кто он взялся-то? Через 700 лет уже умерло сколько поколений христиан. Писали свидетели, которые ходили. Кто написал, я говорю, вашу книгу? Покажите свидетелей. Назад не может. А он на себе говорит, на него нападал демон. А он на 10 наказывает людей. Да. Я говорю, апостолы. Вот Евангелие Матфея, Марка, Луки, Анна. Кто писал у вас? 600 лет прошло, и вы теперь неправильно написаны на Евангелии. Вы думайте маленько. А завтра другой скажет, у вас неправильно. Вы примете? Нет. А почему я должен тебя принимать? Я простые вопросы задаю, самые простые. Скажите, вы в интернете находитесь. Кто изобрел? Христианин или мусульманин? Назовите изобретения новейшие, которые мусульмане изобрели. Ни одного. Назовите картины, которые ни одной. Почему? Почему, я спрашиваю? Я же не выдумываю. Я живу. Мы с мусульманами в хороших отношениях. Но за грехи людей умер Христос. Был такой писатель, Чингиз Айтматов, мусульманин, Киргизия. И он был герой социалистического труда. И он написал роман «Плаха». Его спрашивает корреспондент литературной газеты. Скажите, пожалуйста, почему главный герой у вас христианин, а не мусульманин? Он говорит, Мухаммад много добра делал людям. А умер за грехи людей Христос. Сравнивать даже не приходится. Вот ответ мусульманина настоящего. Иисус умер за нас. Нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. 4.12. Деяние. А Галатам Павел пишет от 1 главы 8 стих. Кто будет другое проповедовать, чем мы говорили? Анафема ему. Анафема. 600 лет верили, умирали, и вдруг раз, ничего этого нет. Как нету? Куда оно делось? Вы самое маленькое что-то возьмите. Лекарства. В строительстве, в космосе, завоевании. Все делали христиане. И сейчас мусульмане-то, они не могут развиваться никуда. Почему они спутанные? Связанные. Начинаешь читать, а я Коран весь считаю не один раз. Как со спутанными ногами идешь. Даже с Библией не то, что сравнивают, а так кощунство. Ну, вы в данное время имеете ввиду, да? Ну, я сегодняшних людей имею ввиду, сегодняшние. Я с ними разговариваю. Сидят мулы и мамы. Я в собрании у них выступал. В мечети молился. Я с мусульманами в хороших отношениях. Но я должен вопросы задать. Они люди. Очень заботятся о женщинах. А на чужих пашут. Четыре жены разрешаются. А у нас, если посмотрят на женщину, даже ни одной нет жены с пожеланием. Уже прелюбодействовал в сердце. У нас настолько разное. Вот у вас можно убивать. Мусульманскую веру сменил на христианскую? Зарежу. А у нас так, что ненавидишь брата. Просто я дома под одеялом думаю, ух, что бы ему. Уже я человек-убийца, уже кровь капает с пальцев. У нас разная планка. Ваша планка, она лежит в самом низу. А у нас что подняты? Подняты. Настолько подняты, что даже сказать нельзя. Будьте святы, как я свят, говорит Господь Бог. Прежде чем стать христианином по Евангелию, я сначала изучил Коран, Веды, Буддизм. Все, что можно было достичь. Я увидел, что все человеческое. А Божественное Евангелие, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Где это такое? У нас, если одна жена не умерла, он развелся. На другой жениться нельзя, пока она не умрет. А у вас, наоборот, развелись. А она говорит, я хочу вернуться. Нельзя вернуться, пока она не будет чьей-то женой хоть на одну ночь. Тогда только может вернуться. Ну, это же разврат стопроцентный. Я вас не осуждаю. Ваша книга это говорит. Ну, это книга от Бога. Не люди придумали. Не люди придумали. А кто-то другой, вопреки Слову Божию. Слово Божие. Создатель Всевышний это все. Я, понимаете, я говорю не просто так, а я считаю Библию 57 лет. В 23 года обратился. А с детства верил, что Бог есть. Евангелие, я считаю. Евангелие прямо говорит. Если кто будет не так говорить, антихрист. Не побоялись, на эти стихи напоролись. Я простые вопросы задаю. Покажите, что мусульмане во всем мире изобрели за последние 100 лет. Конкретно покажите, назовите. Вы чем пользуетесь? Я уже говорю, там и книга печатания, и изобретенные машины. И все это сделали европейцы. Или русские. Интернет, христиане. Телефон, кто изобрели? Если глубоко копать, из чья книга, из чья как бы они сейчас пользуются? Например, вот медицина, если глубоко копать. Откуда вышла, откуда идет? Медицина идет от того, что человек заболел и пожевал травку. Мы считаем, смотрите, вот Петр и Феврония. Как она лечила? Никаких мусульман не было. А она знала все травы. У нас жития святых, 12 томов, и там написано. Агапи. Это в каком году? Ну в каком году? Это я скажу вам, это уже описывается история после принятия христианства. А до этого-то как жили? Буквально все сотрясалось. И никакого мусульманства, христианства не было. Медицина уже была. Христианству до Христа от Адама 5508 лет. А как жили? Мусульмане только через 600 лет после христиан появятся. Жили, знали. У меня бабушка порезала руку, поплевала, землей посыпала и никогда не заразится. У человека все в нем. Вот я трещина на пальцах, в ухе поковыряй, замажь серый, все. Ожегся где-то, с соплями замажь, я обжег. Зажила. Рана есть какая, пописал на нее мочую. Человек сама аптека. Ну, к сожалению, сейчас там не господует и все. Ну, о медицине, все народы имели медицину. Все, иначе бы они не выжили. Никто. Знали, как роды принимать. Ну, не знали, не было еще группа крови, там это еще не было. Решили, трепанацию и щерри поделали в Древней Греции. Древней, Эллада, до Христа. Гиппократы все, где они были? Это же не мусульмане, не христиане. А сегодня кончают университет медицинский, дают клятву Гиппократа. То есть, человек болен, даже на поле боя, фашист или кто, она обязана перевязать его. Сосрадание, любовь. Ну, мы не имеем права какого-либо религия критиковать, но в целом... Ну, не критиковать, но задать вопрос можем. Врача что, у него три, три, три у него только способа. Первое, слово, утешить. Второе, скальпель, это, так сказать, трава, там разные травы и скальпель, все. А сегодня он не знает ничего, врачи-матершинники. Скальпелем лишь бы резать-то. Медицина, дают какие лекарства от инфаркта. Сейчас приехал доктор из Германии и говорит, вы травите людей. Вот, смотрите, мне 81-й год. За то, что я верю, меня по тюрьмам протащили пять тюрем. Вы кручились, 13 дней в морозилке держали. Я еще ни одной таблетки не съел. Почему? Я молюсь. Болеете? Не болею. У меня две голубяти на велосипеде. У меня никогда не было машины, мотоцикла. Я верю в Бога. Надо ходить босиком. Есть простую пищу. Простую. Вот мясо мы в рот не берем. Там алкоголя у нас одного грамма нет. Молодцы, что алкоголы нет. Ну, у нас, когда идут из нас из храма, а все одеты у нас женщины, как хиджаб на ней. Платье до пола. А тут работают, ну, с юга там, туркмены, узбеки. Сестры наши, мусульманки. Мы говорим, это наши христианки. Нет, это наши. То есть мы ничем не отличаемся. Наша община, она... Ну, если вы зайдете на наш YouTube, «Во свете Библии», канал. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У меня тут 17200 роликов. Угу. Азамин, да, ровно? Да, ну, посмотрю в YouTube. Сейчас давай я посмотрю в YouTube. Название канал там. Еще раз. Господь близок с крушенным сердцем. Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные. Я успокою вас. Так. Назовите еще раз канал. Канал называется так. «Во свете Библии». Свет. «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Берем. Так. Канал «Во свете Библии». Открываем. Игнатий Лапкин, добавьте. Это я. 42 тысячи, по-моему. Да. И 42 миллиона просмотров. Ну, сейчас посмотрим. Так, теперь смотрите, пожалуйста. Запомните. Да. Если у вас будет желание, да, желание больше узнать. У нас ресурсы, сайт, форум. Зайдите по скайпу. Игнатий Лапкин. И я вам там сброшу все. Там можно побеседовать. Скайп. По скайпу, когда говорят. Игнатий Лапкин. Два слова запомните. Такого нету в интернете, как у нас. Там все мои книги. 38 книг в бумажном варианте. И еще 7 в электронной версии. Все вам хорошего, Андрей. И вам также. Как вас зовут? Как вас зовут? Ахмед. Ахмед. Да благословит вас Господь. И семью вашу. Что все нашли путь ко Христу. Жили с Богом. Мы дети одного Отца Небесного. Нас Бог сотворил. Спасибо вам. От Адама и Евы мы родные братья с вами. По плоти. До свидания. До свидания.